Здравствуйте, Тульские новости, меня зовут Диана. У нас в гостях староста поселка Свободы в Щекинском районе, Надежда Полякова. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко о себе, как давно вы стали старостой, что вас к этому привело, как это получилось? Старостой я стала где-то около года, чуть больше не собиралась быть старостой, но так как жители сами захотели этого, поэтому я не стала отказываться. Для того, чтобы наладить общение с жителями, я создала группу WhatsApp. Это очень удобно оказалось. Стали очень активно общаться между собой и определились очень многие вопросы, которые нужно было решать. Как вообще происходит решение вопросов? То есть цепочка. К вам обратился житель, вы обращаетесь куда? В администрацию дальше? Глядя, какой вопрос. Если мне нужна помощь администрации, естественно, я обращаюсь к администрации. Также могу через WhatsApp либо позвонить в администрацию, спросить, что нужно для решения этого вопроса. И дальше я сообщаю жителю. Что вам нравится в работе, скажем так, старостой? Может быть, какие-то сложности или наоборот плюсы видите? Ну, нравится то, что когда вопрос, который обозначен, он решается, все получается. Ну, это очень хорошо. Сложности возникают тогда, когда вот я так, как я многодетная мама, бывает болеют дети, и вот это самая большая для меня проблема. Я не могу какие-то вопросы решать быстро. Ну, действительно, бывают такие ситуации, когда не хватает времени, нужно куда-то выйти, там, встретить трактор для прочистки снега или еще какая-то проблема. Тогда на помощь приходят жители. Они принимают активное участие. Есть активисты, которые помогают. В прошлом году у нас было очень много насущных проблем, и у нас проводилось много встреч. То есть мы проводили собрания для решения этих вопросов. Расскажите о достижениях поселка. Что удалось реализовать? В прошлом году мы выиграли конкурс на строительство детской площадки. Мы очень рады с жителями, что у нас получилось выиграть этот конкурс. Все очень старались, и администрация помогала, и местные жители. Весной планируется открытие, дальнейшее озеленение территории. Хотели еще участвовать в программе по строительству взрослой площадки. Есть ли какие-то глобальные планы по дальнейшему благоустройству? Конечно. У нас в планах сделать освещение. То есть мы подавали заявку на освещение поселка Свобода, так как освещения у нас никогда не было. Участвовали в программе «Народный бюджет по строительству дорог». И подали заявку также на строительство установки, автобусной установки. Как вам удается совмещать? Удается находить баланс общественной деятельности и домашней? Я очень стараюсь, и трудностей пока что не возникает. Надежда, а вот скажите, какими качествами должен обладать сельский староста, на ваш взгляд, чтобы все получалось, все реализовывалось? Я думаю, что терпением, выдержкой, умением налаживать контакты, ну и добродушием, наверное. Скажите, вы родились, выросли в поселке Свобода или уже переехали к какому-то моменту? Мои родители приехали в поселок Свобода, когда мне был один год. То есть всю сознательную жизнь я прожила в этом поселке. И есть свои плюсы и свои минусы, и также по комфорту. Больше что-то комфортнее в городе, что-то на поселке, в деревне. Скажите о плюсах, как для многодетной мамы. Ну, плюсы, конечно, это то, что детям можно бегать где угодно, то есть на разумных расстояниях от дома. Им более привольно в деревне, чем в городе. То есть вы можете сказать, что в первую очередь это плюс для детей, а для вас? Ну и для меня тоже, потому что это свежий воздух, тишина и нет такой суеты. Надежда, как вы в целом оцениваете современный уровень развития сельской местности? Да, безусловно, сельские территории нужно развивать. Без села и кушать будет нечего, потому что на селе выращивают продукты, птицу. И сельская продукция, которая выращена как бы в домашних условиях, она, безусловно, отличается от продукции, которая выращена на больших предприятиях. А в плане развития инфраструктуры? То есть мы берем немножко другой аспект? Безусловно, инфраструктуру население нужно развивать. Где-то она развита, а где-то совершенно не развита. Для того, чтобы это было, нужны как бы люди, нужны активные жители, нужна для этого активная администрация. И все вместе, сообща, мы можем добиться каких-то результатов. Надежда, спасибо вам большое за беседу, успехов вам, и чтобы все реализовывалось. И вам спасибо. До свидания. До свидания.